Маргарет проснулась в холодном поту. Она собралась с мыслями. Треск старого дерева эхом разносился по спящему дому. Рядом с домом было святилище Реоданы. Великого духа и дочери земли Реи, сущности утешения. Маргарет искала ответы. Но дух молчал. Слышен был лишь легкий шепот чего-то темного, чего-то голодного. Костя старой провидицы стонали и ныли, пока она поднималась наверх. В голове у нее была одна мысль. Неужели опять? Джону предстояло выполнить простое задание. Исследовать главное святилище Реи. Мать подарила ему божественный осколок. Брат – собственноручно заточенный меч. Жена подарила ему поцелуй. А дочери – объятия, после которых он был обязан вернуться невредимым. Всем здорова, с вами Старпёр. И это первая часть, а точнее даже, наверное, пролог моего прохождения игры Children of Morta, которую мне подарила рыцарь в качестве награды за прохождение ее челленджа. Точнее, она подарила ее пораньше, но, видимо, это потому, что она в меня верила. За что ей огромное спасибо. Сразу я уточню, что я проходил до второй пещеры, ну, точнее, до второго квеста. Я не особо понимаю пока что, как здесь бьются задания и на какие отрезки вообще разделена игра логически. В общем, я в Morta уже играл, и поэтому знаю, что будет дальше. И все эти туториальные штуки я читать не буду. Просто пробежимся до первой пещеры, сделаем все нужные вещи, которые в прологе должны быть. И на этом я закончу, уже вернусь потом с полноценным прохождением. Так, топчем дальше. Сейчас меня научат драться. Ну, вот сейчас, да. Сперва стражу показалось, будто грязь ожила. Мелкие, скользкие, гнусные создания. Вообще, мне говорят, что надо драться кнопкой X. Но это все в раке. Я дерусь правым стиком, и мне кажется, что это гораздо удобнее. Возможно, я, конечно, не прав. Или, может быть, это мечником удобнее. Так, остальными будет. Нет, ну, посмотрим. Да-да, здесь, кроме мечника, еще как минимум будет лучница, потому что я ее открывал. Я открою, собственно, в этом выпуске сразу. И, более того, именно лучницей я буду играть. Нравится мне за нее геймплей. Он такой... Блин, ну она издалека всех настреливает. Есть, конечно, свои нюансы, но в целом... Все очень клево. Так. Кучка врагов была дрочавых. Сейчас враги посильнее. И мне рассказывают про уворот. Уворот здесь странный. Он не тратит стамину. Стамина это голубая полоска под зеленой. Но на уворот стамина не тратится. Зато у него есть собственный кулдаун. Так что спамить, увы, им не получится. Возможно, в прокачке будет открываться способность использовать его быстрее как-нибудь, может, или еще что-то. Ну, пока что я такого не видел. Ну и опыт игры у меня буквально там, может, час-полтора максимум. Стена, преграждающая путь. Битвы было не избежать. Здесь мне рассказывают, как пользоваться щитом. Самое смешное, что если я держу щит, например, в эту сторону, и меня кусают за жопу, то все равно я блокирую атаки. Ну, сейчас я не блокировал ее, потому что сейчас, смотрите. Оп, оп, мне пофиг. На блоке, именно на отражении, при отражении вражеской атаки, уже стамина как раз-таки тратится. Так что просто бегать до бесконечности в щите. И не вариант, не получится ни хрена. Под действием света скверно отступило. Остали в ладони холодный осколок. Темный, жаждущий жизни. К сожалению, здесь, как вы уже наверняка заметили, есть рассказчик, который, блин, говорит очень много. И я не знаю, когда он начнет говорить. Осколок потеплел. Тихо вибрируя от наполнившей его энергии. Вспышка Атара. Раненые враги воспоминяются. Это пассивочка. Божья благодать, это пассивный навык. Так вот, я не знаю, когда рассказчик начнет в очередной раз вещать, и поэтому могу натыкаться на его рассказ. Но я обезвуюсь замолкать в тот же миг. Перед ним стоял новый враг. Опаснее прежних. К сожалению, он вот этой дресней, короче, заваливает пол. Но в целом не страшно. Дали мне очко навыка, и вот мое дерево прокачки. Естественно, на первом уровне, точнее, на втором, технически изучить я могу только то, что мне сказали. Но потом будет иный выбор. Навыков, конечно, не очень много, но учитывайте, что здесь несколько персонажей. Как минимум два, как я уже вроде бы говорил. Так что в RPG-систему мы еще погрузимся. И еще, кроме того, кроме того, что здесь грязные и жестокие по своей природе, гоблины всегда угрожали Реи, но им не хватало сплоченности. Так вот. Гоблины. Знакомый враг. Далековато же они забрались. Самое забавное, что, по идее, вот этот вот монолог должен был быть первым. Типа, я выхожу, он мне говорит про гоблинов. Типа, представление. А потом я уже иду сюда, и мне их раскрывают. Но я обманул систему. И вот туториал первого активного скилла. Мощного и атака с кулдауном. Но играть я буду за лучницу в дальнейшем, так что не забивайте себе голову. Великолепный, но опасный. Рай любви обретенной и любви утраченной. Блин, мне очень нравится графический стиль здесь. Офигенный, по-моему. Перед ним лежала священная земля. Куда в былые времена не ступала нога человека. Его сердце грозило вырваться из груди, но он скрыл волнение за спокойной собранностью. Перед ним стояла Линда, его старшая дочь, с луком и колчаном стрел наготове. Твердо намеренная внести свою лепту. Собственно, за Линду и буду я играть, но пока что она будет лишь моей спутницей, управляемой искусственным интеллектом. Электрокалипсис, божественная реликвия, создает временную ауру, атакующую ближайших врагов. И это ульта с большим КД, но очень мощная. Сейчас вам ее покажу. Собственно, вот. Нарезает пацанчиков просто от души. И сейчас у нас туториальный босс. Перед стражами были не голодные звери, но пожирающие добычу чудовища. Разрушая других, они оскверняли и искажали, создавая новые голодные оболочки. Как вы понимаете, ну, туториальный босс, я на нем не убрал. Я слишком хорош для этого. Не каждому под силу пройти такое жесткое испытание, но мне под силу. Отец и дочь собрались с мыслями. На душе у них стало еще тяжелее, чем прежде. Как им объяснить увиденное? Древнее дерево пало под ударами железа. Вместе отец и дочь описали увиденный ужас и создание источавших зло, которое проникало в застрявшие между жизнью и смертью тела, пополняя ряды чудовищ. Бабуля Маргарет подтвердила то, чего они опасались. Это была скверно. Жестокая сущность, о которой не говорят вслух. Океан тьмы, стекающий с вершины горы Морта. Долгом Бергсонов было противостоять всепожирающему потоку смерти. Кевин тоже хотел внести вклад в общее дело, тем более, что его старший брат Марг был далеко. Он был таким же стражем горного дома, как и любой из Бергсонов. Она встала. Если им предстоит добраться до вершины и уничтожить зло, как это делали поколения их предков, им понадобится помощь святилища. святилища Бергсонов подарок самой Рэи открывала врата в таинственные земли, что раскинулись вокруг горы. Указав на огромный кристалл в центре пещеры, Маргарет пояснила, что им предстоит пробудить его и открыть путь к источнику скверны. Когда три духа Рэи соберутся вместе, в этом зале откроется единственный путь на вершину Морты. В одиночку или с поддержкой родных Джону предстояло найти и привезти домой трех духов. Без них остановить поток скверны было невозможно. Собственно, это у нас хаб заданий, а здесь у нас просто хаб. Дом с моей семьей. Откуда повылезали эти дрины, не заметил я кто там. Мы больше не можем ходить в лес и собирать плоды. В общем, здесь моя семейка, которая, по-моему, будет разрастаться. Они будут заниматься своими делами. И мы за этим будем, ну, не подсматривать, конечно, но наблюдать, скажем так, в тех случаях, когда не будем зачищать орды монстров во всяких пещерах и так далее. Есть у нас библиотека. Есть у нас выбор глав, но это мы спускаемся обратно. И пока что больше ничего нет, но будет оружейный магазин. Как минимум, вот он. Ну и наверняка, так как комнат куча, будет что-то еще. Наверное, пора собирать дикорастущие грибы. Невозможно. Ну что, давайте пойдем в первое подземелье. Вкачаем пару уровней. Убьем там, может, босс одного. Шелковый грот. Один из трех. Их паутина покрывает землю, стены и потолок. Можно поиграть небесный осколок, кусочек древнего кристалла из светилища. Он станет для Бергсона спасительной соломинкой, нитью, что вернет его домой, прежде чем он услышит шепот смерти. Шелковый грот. Один из двух. Здесь мне рассказывают туториал Линды, но по сути это то же самое. Единственное, что у нее прикольная хрень, когда она стоит на месте, она может палить из лука, как заведенная. В то же время она может стрелять на ходу, но она медленнее движется и, как вы видите, при этом тратится стамина. Такие дела. В общем, с умом придется подходить к игре за Линду, но в целом она мне понравилась. Как она наваливает, плюс у нее, по-моему, скиллы интересные достаточно. Ну, будут потом. Первый, это просто обычная атака, ну, науешная. А вот потом будет текава. черт мне так не наваливает, когда я в первый раз сюда приходил. Вол, почему так больно? Так, что это? Это кристаллик, который позволит мне открывать сундуки. Жалко пока, что я не вижу никаких сундуков. Зато вижу, как у меня осталось 15 хп, и баночек, что-то нету тоже. Ну, хп пойл. Бля, тут уже скелеты. Вот это поворот. Ну, ничего. Как и любой уважающий себя лучник, очень хорошо получается кайтить врагов, и если бы я так не налабывался на первую пачку, которая меня, собственно, и загнала в столь плачевное положение, я бы изи их размотал вообще без потери хп. всего-то и надо что, отбегать и стрелять с безопасного расстояния. Ой-ой-ой-ой-ой. Щеры опасны не только врагами, как вы заметили, здесь еще и ловушки есть. Так, сюда. Наверное, стоило мне сначала сходить за ту синюю хрень. Так, получаем очко навыков и изучаем навык. Ну, блин, простите за тавтологию, короче, изучаем активный скилл. Сейчас у меня будет нужнее, ну, а потом уже будем изучать что-то другое. Сожалеть не о чем, никто не в силах изменить судьбу. Так, это какая-то головоломка, которая здесь тоже есть. Причем, когда я играл в первый раз, она была не такая, что, ну, и как бы и пещера была не такая, что намекает на то, что здесь все рандомно. Ну, что, давайте сюда. Не угадал. А, стойте, а может, это такая была просто... Бумс. Это мой скилл, сученьки. Ну, и с появлением скилла я могу делать так. Вводить их по интересным местам. Ё-моё. Вводить их по интересным местам и ждать, когда у меня откатится. Да, ё-моё. Благо здесь, если ты на грани смерти, да, вот вы только что видели. Я был на грани смерти, но в течение определенного времени я не получил урон и поэтому немножко отрегенился. Ну, если я понимаю, это работает так. Так, ещё. А здесь что только? Типа, всё запарафинил и капец. Короче, когда я был здесь первый раз был пазл типа нужно было правильную последовательность. По-моему, четыре было или пять кнопок. Правильную, в правильной последовательности их нажать, и, естественно, ты не знаешь, какая правильная последовательность, и делаешь это методом тыка, запоминая правильную цепочку постепенно. Ну, на каждый неправильный трай на тебя вываливаются враги. Ну, здесь я всё запарафинил, увы, и я чувствую, это будет... В общем, напрасно не пойдёт мне на пользу. Потому что я не получил какой-нибудь скелец, ну, не скелец, а пассивочку типа камень, там, божью благодать или ещё что-то в этом духе. Не знаю, как, в общем, вызывать эти все навыки, которые будут мне давать именно рандомно. В общем, наверное, буду называть их, как они называются. Божья благодать там и всё такое. По реликвии. Так, вижу там сундук. У меня один камешек есть, так что я его даже открою. Хо-хо. Так, а вот эту толпу я, конечно, со спины не ожидал. А это, кстати, камбуха. Плюс 10 голды мне дали. Это очень полезная хрень, потому что голда нужна здесь на прокачку дома, ну, на улучшение. Ну, на улучшение, которое я буду делать дома, вот так правильно сказать, а не на улучшение самого дома. может быть, дом можно улучшать. Не знаю. Ну, в общем, голда нужна, и когда я играл первый раз, я после первого возвращения домой, мне не хватало голды ни на что. Поэтому сейчас я хочу набить её побольше. А за цепочки убийств, за комбо большие, как раз-таки дают голду. Ого, и здесь ещё дали. Где это моя, кстати говоря, голда общий счётчик? 96. Первое улучшение, по-моему, сотку стоит, так что, я думаю, если я прямо сейчас не рипнусь. 99. хп-шечка, отлично. И ещё хп-шечка, вот это попёрло, так попёрло. Ладно, давайте сначала наверно вверх исследуем, а потом всё остальное. Так, и новый уровень. здесь я возьму гармонию, линда тратит меньше выносливости на передвижение и стрельбу, поэтому может сражаться дольше. Хочу. Так, и следующий уровень уже будет стоить мне два очка. Окей. Вот не знаю я, правда, стоит ли вкладывать типа в один и тот же скилл очки опыта, очки скилл-поинты, которые я получаю, потому что потому что хрен его знает, что будет на более высоких уровнях и сколько там будут стоить очки. То есть, если новые все скиллы будут начинать, ну, новые скиллы первого уровня будут стоить по одному поинту, всегда и лишь дальнейшая их прокачка будет стоить им два поинта, три и так далее. То тогда ладно. Тогда ладно. Вы нашли последнюю комнату с порталом удерживать ТВР, чтобы перенестись к ней из любого места на этом этаже. Вот это, кстати, охренительно удобная система, я ее уже оценил. То есть, ты нашел выход и просто идешь заниматься своими делами, иду исследовать локацию в частности. И потом, чтобы не тратить время на бэктреке, просто жмешь вверх и переносишься к выходу. По-моему, очень круто сделано. Так, что насчет карты? Слева еще есть куда сходить? Давайте-ка сгоняем. Хотел сказать, что показалось, но нет, ни хрена это не показалось. Ох ты ж, блин. Больно бьются. Это, конечно, не Dark Souls, где в оба обычные с трех ударов убивают, но все равно неприятно. Ах ты, жевелый крот. Так, что с голдой? Голды 116, и это значит, что я смогу прокачаться чуть-чуть. Чуточку. Почему ловушки на них не срабатывают? Это не частная счета. Ну ладно, летучие мыши, но на бегающих почему нет? Интересно, что означает эти свечки или не свечки, хз, что это такое на карте? Непонятно пока. Так, здесь у нас что? Тупик, к сожалению. Интересно. Точнее нет. Дайте мне что-нибудь. Я зря возвращаю, что ли? По всему выходит, что зря. Все, все зачищено. Ну полетели в ту комнату в последнюю. Ага, во, смотрите, у нас же здесь еще есть комнатка. Электрокалипсис. Ну, хоть какая-то ульта, к сожалению, к сожалению, не сильно полезна для лучника, учитывая, что я дерусь только в дальнем бою. Но, наверное, если ко мне типа подберутся, то как тончайшие белые нити, покрывали стены и землю. Шелковый грот оправдывал свое название. В общем, если ко мне подберутся в упор враги, в большом количестве я испугаюсь, то эта ульта пригодится. Так что, не нужно быть не таким скептичным в отношении к ней. Так, я хочу уже новый уровень, если честно. Точнее, два. Хочу вкачать еще скилл, которым я не пользуюсь почему-то, как вы могли заметить. Но, но, возможно, я возьму себя в руки и начну это делать. Он явно существенно упростит мне жизнь, но пока что я туплю, увы. Так, а это, кстати, особый хрен. Ну, нормально, нормально. Ульта сработала прямо как я предполагал. Подобрались близко, получили электричество по роже. Шикарно. 207 голды. Я вижу, что даже не одно. Лучше ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ё-ой. Сознание начало ускользать. Это и есть смерть? Подумала Бергсон. Вот это неожиданный поворот был. Шелковый Грод 2 из 2 здесь Бергсоны не справились. Убита куча врагов, ну, в общем, это стыта. Задыхаясь, она открыла глаза и поняла, что осколок вернул ее назад. Ни один герой не сможет к такому привыкнуть. Когда Джон и Линда рассказали о своей вылазке, в голове Маргарет зароились мысли. Скверно усугубило дурное в обитателях пещер, и они утратили связь с гармонией Реи. Узнав о новых опасностях, Маргарет попросила Бена подготовить мастерскую. ему предстояло заняться оружием и доспехами воинственных родичей. Дядя Бен может улучшать снаряжение отлично. Дядя Бен потянулся к знакомому пеплу кузницы. К знакомому теплу кузницы. Чтобы добраться до вершины морда, требовалось снаряжение отменного качества. Вам доступна мастерская Бена, теперь Берксены могут улучшать снаряжение и становиться сильнее. Так. Все, все, я понял, да, окей, спасибо, хорошо, нет, не хочу. К сожалению, меня опять заставляют улучшать характеристику на данный момент, защиту, и этого я делать бы не хотел. Но меня заставили. На самом деле я хочу, хотел бы улучшить базовую атаку. И, собственно, ну, вот так. Как разблокируются дополнительные навыки, я, если честно, без понятия, ну, как-нибудь разберемся. я бы хотела переночевать в подвале, но мама мне не разрешает. Это, походу, самая маленькая девочка. Так, посмотрим, есть ли у нас здесь кто-то. Похоже, что нет. Похоже, что нет. На месте Линды я бы подружилась с теми пауками. Да уж, конечно. Ну, что же, что же, что же. Хорошо, надо сосредоточиться, а то инструменты готовы, но лежат зря. Ты уж сосредоточься, а я пошел обратно. Так как я опять вынужден начинать с самого первого этажа прохождения подземелья, я этого вам показывать не буду, чтобы не тратить время и, соответственно, продолжу, когда доберусь уже до второго уровня пещеры. Обитель Знай-Дай, забораживающая своим величием, полежала в конце долгого пути. А герой никогда не знает, что ждет его в конце пути. Важнее само движение, а не достижение цели. итак, я на втором этаже шелкового грота. Что интересно, счет в прошлый раз не было ничего такого. может быть, это не второй этаж, может быть, я что-то перепутал, но нет, не должен по идее. Вроде все нормально. Ну ладно, в любом случае, я до сюда добрался, причем в гораздо более лучшем состоянии, как вы видите, чем в первый раз. и все благодаря моим ботиночкам. Сейчас бы только попробовать вам показать их. Короче, вот, скороходы увеличивают скорость передвижения. Я ношусь как угорелым, ну и пайтить стало тоже намного проще. Надеюсь, и на этом этаже это мне пригодится. Так, у меня уже три камня, которые будут в сундуке открывать у сундуков. Чуть не особо густо здесь, если больше не сказать. Ни хрена нету. Так, ну и скоро у меня будет новый уровень и, по-моему, новые скиллы будут вместе с ним. Посмотрим, что там. Да, блин. Нападаете. Спасибо. Если я правильно понимаю, я могу их через стену лупить таким образом и они не сагрятся. Потому что у них, ну вот, судя по этому скелету справа, у них очень херовый поиск пути у этих ребят. И они пробуют ко мне заломиться тупо через стену. И не могут, как вы понимаете. Ну что ж. Бывает. Очко навыка. Сейчас посмотрим. Нет, ни хрена. Ни хрена не разблокировались. У меня уровень на... А, я понял. Ну-ка. Вот, вот, вот. Семейная черта. Когда члены семьи тратят достаточно очков навыков, у них открываются уникальные семейные черты. Семейные черты приносят пользу всем членам семьи сразу. если кто-то один набирает силу, семья становится сильнее в целом. Это круто. Это круто. Слаженность. Скорость передвижения всей семьи повышается. Ништяк. Ну и плюс открылись мне вот эти. Навыки, блин, как бы в них попасть только. Алло, вот. Внутренний ритм. Когда Линда неподвижна, наносимый урон увеличивается с каждой выпущенной стрелой. И ярость стража. Линда концентрируется и на время высвобождает весь свой потенциал, значительно увеличивая скорость атаки. К сожалению, очков навыков у меня больше нет. Все ушло на семейную черту. Ну ладно, я не в обиде. Точнее, не на семейную черту, а вот на эту хрень второго уровня. Но норм, норм, я не против. Спутник стрелок, который сражается на вашей стороне. Ништяк, спасибо. У нас прям что-то пауките очень больно наваливает. Надо наверно дожить и не стоять столбом. Как вам такая идея, ребят? Что за странные дела завели бабулю так далеко. Воля Рей наполнит эти неподвижные обелиски и поможет стражам. Под ними губами прошептала Маргарет. Память светиль еще разблокирована. Обелиск стремительный. Ааа, подождите. Временно увеличивают скорость передвижения. Это временный баф. Окей. Бабуль, ты что скажешь? Нет, не хочет. Ну ладно, я пошел тогда. Я вообще терь нашусь, капец. а это штука обелиск сноровки. Ааа, теперь у меня вот эти штуки, которые я говорил, странно, что это на карте такое. Это обелиски и теперь я могу их брать. Повышает хрит шанс зашибись. Зашибись, хорошо. Здесь у нас что? Острая кромка божьей благодати усиливают урон от основной атаки. Я хочу, спасибо. Это я неплохо сюда зашел. Я считаю. по-моему КД уменьшился у скилла если мне не показалось что тут уже определенно радует. Зелье жизни талисмат повышает максимальное здоровье. берем конечно. Талисманы это волшебные предметы которые можно найти в землях морды. Каждый из них обладает особым эффектом и может быть активирован нажатием кнопки вниз. После активации они исчезают. Вы можете носить с собой только один талисман только один неактивный талисман. Ааа ну это временный блин. Или подождите или не временный. Но он не заменил. ту хрень которым я алтарь давал. Обидушка. Перерождение получившего смертельный удар воскрешает с умеренной порцией максимального здоровья. отлично вторая жизнь. Так сюда пока не пойдем давайте наверное а так не я оттуда вышел значит сюда это единственный путь значит сюда пойдем путь где где мы пацанчики убили что ли они его летают риса блин опыт что-то уже медленно идет всего то этом какой уровень 4 или 5 не знаю что так медленно тоже в этих пещерах бывали не только беженцы ясно не ну если мне хп здесь дадут то я буду благодарен но мне кажется что дадут мне здесь пощак с большей вероятностью зато смотрите есть хороший шанс набить хп дали набить комбой шанс блин да плюс 20 короче по десятке дают за каждую десятку врагов простите за тавтологию так а там кстати кто-то сидит а так это наверное как в этом в етг когда типа мы освобождали там пленников всяких пленных чудной лавочник отряхнул одежду от пыли и приподнял шляпу он предложил стражу пообщаться обещая показать полезные товары вы спасли торговца теперь он будет появляться в подземельях и вы сможете купить его товар призывает божественный меч карающий врагов это ульта зашибись а здесь что ничего лучше бы ты мне прямо вот в этот раз в этот раз чувак дал похилиться так смотрим на карте не пропустил ли я нет к сожалению не пропустила никаких баночек в этих штуках они могут быть или нет но в вазах всяких я не хочу идти к боссу с 30 кхп и не хочу потому идти сюда заново если честно но похоже выбор у меня никакого нет ладно пойдемте главное не обосраться я считаю так елочку ребят хилочку дайте да нахрена мне ваше золото не в деньгах счастья интересно здесь вообще есть система типа секретных проходов или чего-то такого ладно не будем заморачиваться хрец тем пойдем убьют так убьют что делать все 8 глаз пристально изучали ту кто шел навстречу гибели это про меня если вы не поняли я иду навстречу гибели так ну учитывая что здесь типа есть левые миньоны то наверное все-таки а что так больно то у меня же эта штука помните которая меня лечит блин она короче раньше сдриснула чем это это западло просто жесть стремление помогать всем и каждому появилось у Кевина когда его старший брат Марк ушел из дома он был силен и рядом с ним любой чувствовал себя в безопасности но он бросил Кевина но дядя Бен знал что нужно племяннику применение для его устремлений когда Маргарет расшифровывает табличку Рэс сообщает Бергсон новое сведение если ресурсов будет достаточно она сможет усилить семью для мудрецов тайны мира это открытие книги а слова этих мудрецов помогут и людям и зверям теперь вам доступна книга знаний Маргарет изучая барельефы в подземельях Маргарет обретает древние знания которые помогают Бергсен в странствиях так а вот книга Рэи собственно говоря это память святилища усиливает эффекты а ну и больше пока что ничего улучшить не могу но справедливости ради не хочу на данный момент там ничего улучшать я хочу в мастерскую Бена лучше бы Бена училась рисовать а не показывать свои фокусы покусы думает маленькая девочка так ничего не открылось открылось а ну это было доступно скорость движения но я пожалуй проигнорю и давайте ка мы еще накинем наверное атаки и даже еще раз получится до 16 с половиной или все же взять немножечко здоровья максимального даже не знаю ребят давайте атаку я уже все-таки лучник тем более я хороший доджи сказочно хорош похоже это скверная даже хуже той вороны что украл аптенчиков да уж наверняка так еще никто не пришел новый это не напрасно так а что это ага а как это мне все это убрать походу никак ладно посмотрим что здесь у нас больше ничего пока что нет лоды значит я пошел обратно к боссу получите жители деревни воспевали берксонов своих стражей ну класс он решил помочь наконец с таки что нихрена сетол по тут нихрена этот мужик наваливает он уже зря играют девчонкой что-то очень жестко ну спасибо ему на этом так очко навыка к сожалению только одного что его вложить слова прозвучали несмотря на неровное дыхание местным жителям грозила опасность божественный щит вокруг берксона возникает щит поглощающий полученный урон взрывается нанося ответный урон классно а ну получается что это типа мини квест короче это лама что ли прикольно это просто мини квест на время выполнения которого ко мне присоединился Джон и помог мне зачистить здесь все ну окей спасибо ему не такая уж невинная игра с лучшим памяти вот про этот пазлик я вам говорил он у меня в прошлый раз попался первым и здесь мне нужно угадывать что жать так первую сразу вторую сразу да ладно да ладно извините ну короче если бы я ошибся то вываливались бы кучи врагов ну я все таки слишком хорош таки я могу короче заменить мою ульту которая сейчас у меня божественный щит на призывая дракона который атакует врагов и источает наносящий урон жидкость хочу давайте спасибо окей дальше иду зачищать остатки локации и пойдем к боссу после этого смотрите ка любовь поистине чудесное чувство особенно в темные времена любовь побудила эту мать отдать жизни за своего детеныша отстаньте от волка любовь двигала детенышем который безуспешно пытался ее разбудить с любовью семья Бергсонов примет осиротевшего малыша к себе вы спасли волчонка я большой молодец ну и чисто с утилитарной точки зрения отбросив эмоции я так подозреваю что у меня будет теперь пэт который будет за мной бегать ну наверное будет круто надеюсь в этот раз у меня получше получится чем в прошлый ну я так-то типа стал посильнее плюс у меня есть дракон призывает дракона который атакует врагов чувствую будет неплохо наверно и еще куча злата 69 монет у меня уже нормас да знает нападет я на башку просто я не могу сделать кольцем блин почему я не пользуюсь все капец это смерть ну зато я спас волчонка кинжалы которые он выковал специально для него они помогут ему найти себя найти себе применение мальчик взвесил их на ладони кинжалы были не слишком тяжелые и не слишком легкие как продолжение его самого дядя бен предложил попрактиковаться возле дома кинжалы резали воздух с непринужденным изяществом он видел что его племянник прирожденный боец и скоро будет готов присоединиться к отцу и сестре но матери мальчика было что сказать на этот счет двое из ее детей уже рисковали жизнью и она не хотела чтобы ее малыш тоже подвергал себе опасности он неохотно спрятал кинжалы разве мог он спорить с матерью в том что касалось ее ребенка отдавать кинжалы было все равно что оказаться от частички себя он был предназначен для них он должен был сражаться ему всего-то нужно было убедить родных хоть волчонок обрел дом под крышей бергсонов его жизни все еще была в опасности усталость мучила животное грудь ходила ходуном из пасти вырывалась лишь слабое дыхание бергсон решили что сбор нескольких растений грибов из пещер неподалеку мог бы спасти волчонка мастерская вот бы дядя бед сделал мне лук как у линды но мама будет волноваться если узнает наверняка будет ну что ж нужно отправляться в пещеру убирать травы и вот это все но для начала бы конечно же конечно же мы улучшимся не понимаю почему все еще заблокировано ну хер бы с ним так 475 следующее улучшение и походу я а нет не хватит ни до той на то ладно давайте мы поступим так как пешечки возьмем можно чуть а ну и здесь верно можно что-то улучшить время действий святилищ полтора раза больше неплохо только только стоит хера короче давайте скорость бега у них и нас следующий шаг 850 серьезно какой-то развод ладно погнали дальше я убью этого босса сегодня что-то Вы открыли Ярость Стража, теперь основные атаки пополняют Шкалу Ярости. Заполнив Шкалу, вы сможете активировать Ярость Стража по нажатию левого триггера. Хорошо. Простогрипп был неотъемлемым ингредиентом любого целебного снадобья. В сыром виде он был ядовит, но умелый зельевар мог без вреда высвободить его целебные свойства. Надеюсь, у меня есть умелый зельевар в семье. Крайне пригодилось бы. Охренеть. Мы нашли дневник, новая запись пещеры Кельди... что? Пещеры Кельди-По, пропавший Караван. Караван пропал несколько дней назад. Из-за близости пещеры к рощу Дрейк не применил напомнить мне о долге. Может, теперь он наконец забудет о том фиаско в пустых морях? Упаси меня, Рео, думать, что дерево не тонет в воде. Впрочем, я отвлекся. Утром мы продолжим. Поиски Каравана. Полевой отчет. Адам. Интересно, как поиски Каравана связаны вот с этим огромным чуваком на троне. Который мигом не напомнил о боссах Драк Солс, которые почему-то выглядят как люди, а превосходят людей в 3-4 раза ростом. Ну, не все, но многие. Ну что, у меня, короче, смотрите, что есть. У меня есть настаканная ярость. У меня есть спутник стрелок. В этот раз у меня есть второй шанс. Передышка, грубо говоря, которая у меня влезнет. И создает тотем атакующих врагов на расстоянии. Это ульта. Ну, надеюсь, мне это как-то поможет. Ну, погнали. Опять. Так, надо, кстати говоря... Как там, что мне сделать, чтобы все было круто? Ву! Блин, уже нет. Что-то очень быстро этот балл закончился, скажем прям. Так, ну, это попытка справедливости ради лучше на данный момент. Создание выло от невыносимой муки, пока смерть медленно дарвала ему покой. Дали пару ачивок, что-то я пропустил их название, ну, короче. Дали. И то, спасибо. Выйти обратно я не могу. Ну, получается, что все. Бергсон не могла пройти дальше, путь был перекрыт. Кристалл начал пульсировать, словно до краев, наполненной жизнью. Открылся проход. И она стала на шаг ближе к духу в сердце пещер. Но осторожность требовала сперва вернуться домой и рассказать родным об открывшемся проходе. Беспокоясь за пропавшего мальчика, Бен подумал, что стоило получше спрятать кинжалы. Маргарет была мудра и знала, что от Кевина ничего нельзя прятать вечным. Она лишь попросила сына и его дочь поспешить и найти его. Кевин вернулся из своих похождений без единой царапины. Но никто из родных не оценил его удалее. Особенно его отец. Несмотря на поддержку Линды, отец все еще злился на него за то, что он подверг себе опасности и заставил беспокоиться семью, в том числе беременную мать. Но любимым его вопросом было, как ты мог поступить так безрассудно. Интересно, подумал он, поймет ли его дядя Бен, оценит ли его отвагу. Не дождашись восхищения, мальчик разочаровывал и ждал очередного выговора. Чего Кевин не ожидал, так это реакция родителей. Впечатленный его мужеством, отец решил обучать его искусству боя. А мать его вовсе не была хрупкой, вечно тревожащейся домохозяйкой, какой он ее считал. Бергсон до мозга костей, она дала ему свое благословение. И попросила лишь, чтобы он умерел пыл и не забывал об осторожности. Пожалуй, довольнее всех был дядя Бен. Его племянник не просто выстоял в бою в одиночку, но сделал это оружием, которое выковал для него Бен. Кевин хотел только, чтобы его старший брат Марк был рядом. И видел, как он тоже выполняет свой долг. Король пауков потерпел поражение, и путь в обитель Знайдаи стал свободен. Впрочем, назойливые алчные гоблины все еще могли представлять угрозу. Дядя Бен описывал возможные маршруты и рассказывал о невзгодах паломников, которых встретил в потерянных рвах. И так, и так. Я просто не могу переживать за Кевина, он ведь такой неосторожный и слабый. Так, ничего ли здесь не изменилось? Похоже, что... Ни хрена, тут хотя вот какая-то яма. Она и была, просто мне интересно, будет ли что-то... Будет ли что-то меняться вокруг дома? В общем, качаем дальше. И теперь у нас открылся еще один скилл Точность. Повышает шанс критического удара Бергсона. 200 голды с 3 до 5. Это шаг 2% получается. Ну, кстати, не в плохой. До 7, да? Давайте. И походу все. Как мама влияет на мир при помощи этой книги? Не понимаю. Походу все. И на этом я буду заканчивать. В следующий раз уже я буду изучать, что там дальше в этих пещерах и так далее. Знакомиться, я так подозреваю, с новыми членами семьи Бергсон. Новыми какими-то НПЦ. И, в общем, изучать мир Children of Morton. Ладненько. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться на мой канал, если хотите. А с вами был Старпер. Всем счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok